Вечер во Владимире продолжает рубрика на первом плане. Уже завтра для владимирских выпускников прозвучит последний в их жизни школьный звонок. О том, каким он будет, какой подарок приготовила администрация города Владимира для выпускников и гостей праздника, узнаем сегодня. У начальника управления образования администрации города Владимира Елены Аксеновны. Елена Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что день волнительный для всех, и для выпускников, и для родителей, и для учителей. Сколько же их выпускников в этом 2017 году? 1538. Ребят, мы выпускаем из школ и надеемся, что все эти ребята будут жить, работать в нашем городе. Учиться сначала, а потом уже останутся работать именно в нашем городе. Мы сейчас говорим именно о выпускниках 11 классов. 11 классов, да, 1538. С чего начнутся праздничные мероприятия? Мы помним, что всегда первым делом это школьная линейка. Традиция продолжается? Конечно, эта традиция, она остается. И, наверное, это самое главное, самое волнительное мероприятие, которое происходит в этот день. В школах проходят торжественные линейки, присутствуют гости, это и наши депутаты, представители администрации. И сами родители и выпускники, наверное, являются главными героями всех этих мероприятий. Как всегда, это последние звонки, это слезы. Я даже говорю, сейчас и сама переживаю, как будто вновь переживаю вот этот момент волнительный. И уже после того, как проходят школьные линейки, ребята приезжают на красивых автобусах, троллейбусах, которые администрация города им предоставляет. Все стекаются у нас в центр города, в сердце нашего города, на театральную и соборную площадь. Вот этот общегородской праздник, последний звонок, уже не первый год действительно стал настоящей традицией для Владимира. В чем, по-вашему, вот эта любовь к этому празднику и как на самом деле относятся к нему и родители, и учителя, и ученики? Я знаю, что погода всегда разная, не всегда радует, но они с радостью идут? Вы знаете, с радостью, и вот я даже не буду скрывать, я предлагала некоторые изменения в сценарий, но мне сказали, что ни в коем случае, что ученики должны пройти по главным улицам, по центру города, во главе с нашими главами города, вместе за руки, все своими классами, и почувствовать такое единение, почувствовать себя главными героями этого дня. И так оно каждый день получается. На самом деле, вот если говорить обо мне, то мне бы, наверное, очень хотелось пройти вот так шествием по главной улице города. Действительно, жители города, в свою очередь, могут увидеть, какое же оно будущее Владимира. Конечно, мы жителей приглашаем, и мне кажется, вообще мы должны все с вами прийти, посмотреть на ребят, поаплодировать им, покричать «Ура!», потому что это те, за кем наш город, наше будущее, те, кто будут развивать наш город в дальнейшем. Еще я всегда с интересом смотрю на то, как наряжаются девочки на праздник последнего звонка. Тоже такая замечательная традиция, причем она как-то сама с собой родилась, я так понимаю, по всей стране, когда девочки находят старую форму, некоторые даже, как я понимаю, и шьют, и воротнички, и фарточки, и действительно идут вот именно в такой школьной форме еще советского периода. Вот ваше отношение к этой традиции. Ну только замечательно, мне кажется, вообще все традиции, которые складываются, традиция сама по себе, это, наверное, некий такой момент любви, да, некое отношение доброе к чему-то. И если что-то у нас сложилось, вот традиция одежды, традиция там вместе пройтись, традиция последнего звонка, то это только от любви и от какого-то доброго отношения к данному празднику. Поэтому то, что они вот чтут эту традицию, шьют, а сейчас действительно уже шьют эту форму, это только замечательно. Елена Сергеевна, замечательная традиция последнего звонка, это, конечно, напутственные слова, не только от руководителей школ, от родителей, от любимых учителей, но и, конечно, от руководителей администрации города. Кто завтра будет приветствовать выпускников на Соборной площади? Ну, конечно, их будет приветствовать наши главы, глава города Ольга Александровна Деева, глава администрации города Андрей Станиславович Шохин, пройдут в одной колонии сначала вместе, как я уже сказала, не просто поприветствуют на Соборной площади, но пройдут единой командой по городу. И, наверное, замечательно, что в этом году у нас последний звонок попал на время послеэкономического форума. Сначала выпускники посмотрели на то, как сильна наша область, как она развивается, какая мощная и область и город. А теперь мы посмотрим на выпускников, и вот, как я уже повторюсь, очень надеемся, что они, увидев всю мощь нашей области, действительно захотят и учиться, и впоследствии работать именно у нас во Владимире. Мероприятие масштабное, массовое, а как будет организована безопасность детей, гостей на Соборной площади? Кто помогает? Ну, вы видели, что в последнее время администрация города вообще особые меры безопасности организовывает, и последний звонок не исключение. Мы вместе работаем, вообще тесной командой администрации город, не только управление образованием, с нами вместе и управление ЖКХ, и управление торговли, потому что будет продаваться и мороженое, и какие-либо вкусные лимонады, газированные напитки, и шары воздушные. Ну, и, конечно, управление внутренних дел. Мы без них никуда. Это наши главные помощники в организации безопасности. У нас будет перекрыто движение с 12.30 до 14.30. Это то время, когда от театральной до Соборной площади машины не будут есть. Ну, я думаю, что автолюбители с пониманием отнесутся, потому что выпускной, последний звонок бывает один раз в жизни, и, наверное, нужно сделать вот такой подарок нашим выпускникам, чтобы они были действительно в безопасности и чувствовали себя спокойно. Ну, и, конечно, управление внутренних дел и патрульно-постовая служба будут дежурить целыми днями на всех улицах и во всех парках, потому что во всех парках будут праздничные программы в том числе. Будем надеяться, что все пройдет действительно гладко, по-настоящему, по-хорошему празднично. По-теплому. Да. И, Елена Сергеевна, прежде чем перейти к программе, мы все-таки анонсировали, что наши зрители сегодня одними из первых узнают о сюрпризе, который готовит администрация города для выпускников и гостей праздника. Каким был ваш последний звонок? Ну, знаете, это было, к большому сожалению, давно, но я помню, что я была ведущей последнего звонка, у нас было два класса выпускалось из восьмой школы, и поэтому это было волнительно, прежде всего, в подготовке. Мы вместе писали сценарий, переделывали песни, сочиняли все вместе стихи, танцевали, естественно, последний вальс наш школьный со слезами на глазах. Ну, и когда-то вообще в первом классе я была тем человечком, которого нес выпускник у себя на плече и подавал последний звонок. К сожалению, у меня нет ни одной фотографии, поэтому у меня с этим праздником только теплые, такие со слезами на глазах, прям приятные воспоминания. Если говорить о том, что же в этом году, что же запомнится выпускникам 2017, выпускникам города Владимира, расскажите об этом. Мы постарались программу сделать, которая будет непосредственно на Соборной площади, не длинной, потому что у выпускников есть еще традиция после торжественных всех мероприятий выезжать своим классом. Но эту традицию тоже надо поддержать, потому что все-таки ребята видятся в последний раз. Вот в таком виде, да, дальше экзамены, выпускной, уже заботы о поступлении в институт. Но эта программа будет очень, мы надеемся, им понравится. Мы пригласили гостей, группу из Рязани, которая исполнит популярные кавер-версии различных популярных песен. Мы надеемся, что ребятам очень понравится, что они будут довольны. Ну и, естественно, тот самый главный последний звонок городской, который подают у нас выпускники вместе с главами города. Это обязательно большой школьный вальс на Соборной площади и обязательно исполнение гимна нашим сводным хором школ города. Также все это будет у нас на Соборной площади. Мне кажется, что это должно быть и торжественно, да, строго, но в то же время очень душевно. И я надеюсь, что у нас это получится. Елена Сергеевна, я знаю, что есть особое мероприятие, которое пройдет в 43-й школе. Интересно, что это мне проанонсировали, и хочется узнать, могут ли жители Владимира также поучаствовать вот в этой интересной затее. Ну, действительно, каждая школа имеет еще свои традиции. И 43-я школа в этом году будет сажать ребята аллею выпускников. Это будут клёны на территории школы. Поэтому я думаю, что все жители микрорайона, где располагаются школы, могут присоединиться с удовольствием, посадить новую аллею вместе с выпускниками. А так, конечно, следует отметить, что в каждой школе всегда есть какая-то своя маленькая традиция. Кто-то отпускает корабль, летучий в небо, кто-то сажает новые аллеи, да. Но у каждой школы всегда что-то есть приятное свое. Как интересно потом посмотреть, насколько выросло дерево за то время, за которое... Сколько прошло с момента твоего последнего звонка. Отличная идея. Елена Сергеевна, сегодня в эфире телеканала «Вариант» ваше напутствие в преддверии последнего звонка всем выпускникам, родителям, учителям, всем вашим коллегам. Ну, конечно, последний звонок – это всегда волнительное, замечательное мероприятие. Это событие жизни, которое, наверное, выстраивается наряду потом с выпускным, а потом уже свадьбы, рождение ребенка. Вот это череда мероприятий, которые ждут каждого молодого человека. И каждый молодой человек выходит из стены родной школы, уходит от людей, с которыми долгое время вообще проживал, наверное, свою жизнь, рос, что-то узнавал новое. Не только из наук, но и в то же время новое о нашей жизни. И я уверена, что вообще выпускники нашей школы, они замечательные ребята, у нас огромное количество. Даже если это не отличники, то с какой-то активной жизненной позиции. Если где-то, может быть, неактивной, то обязательно с научными какими-то знаниями. И я уверена, что каждый человек, каждый ребенок, пока еще хочется их так называть, вышедший за порог школы, найдет себе ту нишу в жизни нашего города. А мне очень хочется, чтобы каждый выпускник остался в нашем городе, заполнит ее и создаст, и разовьет наш с вами город, наше будущее. Родителям, конечно, они переживают, но я уверена, что все у всех получится. Впереди экзамены, но мы с вами сейчас, за прошествием нескольких лет, понимаем, что экзамены – это некая переходная точка, но все самое главное еще только впереди. И мне хочется, чтобы ровненькая дорожка была у всех ребят, чтобы они шли по жизни, улыбаясь, чтобы все у них было замечательно, чтобы все получалось. Ну что же, завтра праздник. Во сколько он начнется в центре? В 12 часов начинают выпускники наши съезжаться. Начинаем мы на театральной площади. Там будет тоже небольшой концерт, который задаст тот ритм и настроение всем нашим выпускникам. Поэтому всех жителей города мы приглашаем посмотреть на наших выпускников, поздравить и поаплодировать им. Спасибо большое. Начальник управления образования администрации города Владимира Елена Сергеевна Аксеновна сегодня рассказала нам о том, каким будет завтрашний последний звонок. Дорогие друзья, эфир телеканала «Вариант» продолжается. Далее новости. Оставайтесь с нами. Далее новости. Оставайтесь с нами.